Конкурс «Хозяюшка» в обществе слепых традиционный соревновался кулинаров в приготовлении уже более 60 лет. На этот раз в конкурсе участвовало 13 человек. У всех поваров проблемы со зрением, но даже это не помешало участникам удивить жюри своими блюдами. Некоторые даже вышли из рамок кулинарии, представили фрукты, выращенные своими руками, а кто-то даже шил очень красивый наряд. Были участники, у которых блюдо не получилось, но причина вовсе не в неумении и в проблемах со зрением. Не буду даже говорить, ничего не приготовила. Я хотела испечь торт, но дочка купила не то молоко, и я сбивала три часа крем, и ничего не получилось у меня. Вот так, я очень расстроилась, пила в ливянку. Соревнуются инвалиды в трех группах. Все зависит от степени их недуга. Некоторые блюда, представленные участниками хозяюшки, будет сложно приготовить даже зрячим людям. Например, торт «Осенний вальс». Испечь такой шедевр для слабовидящего человека совсем непросто. Во-первых, иметь вкус, обоняние, развитие, ощущение должно быть. И, как выразиться сказать, обоняние, вкус, значит, самая интуиция, правильно, человек бы сказал, интуиция. И на ощупь, во-первых, все это что-то, что-то делается, как сбивается, как смотришь. На вкус, самое главное, вкус иметь. После распределения призовых мест все участники приступили к одному из самых главных и самых приятных этапов конкурса – дегустации. Блюда конкурентов некоторые попросту не видят. Поэтому главная оценка – вкус и комплименты коллег. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова